Рассказчиком в произведении Лавкрафта выступает Фрэнсис Терстон, житель Бостона. В 1926 году умер его двоюродный дед, ученый Джордж Энджел, специалист по древним письменам. Кончина его от сердечного приступа наступила неожиданно после столкновения на улице с чернокожим моряком. Разбирая унаследованные бумаги покойного деда, Терстон обнаружил среди них барельеф в виде отталкивающего монстра на фоне циклопического города. У монстра была мясистая голова со щупальцами и чешующетое тело с недоразвитыми крыльями. Его вид потрясал. Это был ужас, воплощенный в глине. Архив деда содержал рукопись с названием «Зов к Тулху», а также вырезки из газетных статей о тайных сектах. В рукописи дед упоминал, что загадочный барельеф с монстром принес ему молодой скульптор, Генри Уилкокс. Он изготовил его, желая запечатлеть гадкое существо, которое привиделось ему в ночном кошмаре. В этой страшной грёзе перед Уилкоксом предстал также город из гигантских монолитов, источавших зелёную слизь. Его слуху почудилось непонятное слово «Ктулху». Тот же город долго продолжал сниться Уилкоксу. Это и заставило его искать встречи с профессором Энджелом, специалистом по таинственным религиям. Энджел узнал, что в дни, когда Уилкокса мучили кошмары, многим другим людям тоже снились необычайные города. Эти сны ввергали их в панику и психозы. Профессор Энджел уже слышал слово «Ктулху». Семнадцатью годами ранее на конференции археологического общества он познакомился с полицейским Леграссом, который показал делегатам древнюю фигурку такого же монстра, как и на Борельефе. Этот идол был захвачен в болотах под Новым Орлеаном во время облавы на изуверское религиозное общество. Статуэтку покрывали неизвестные никому иероглифы. Камень, из которого она была сделана, похоже являлся внеземным. Казалось, что в это вызывающее озноб изваяния вписаны века и тысячелетия. Один из присутствовавших ученых сказал, что видел похожую дьявольскую фигурку у одного забытого племени эскимосов, которые молились Богу по имени Ктулху. Леграсс сообщил, что сектанты в Новоорлеанских болотах, по большей части чернокожие, приносили в жертву этому идолу людей, а их расшифрованное песнопение гласило «В своем доме в Рльехе» мертвый Ктулху спит, ожидая своего часа. Объектом почитания секты были великие старейшины, которые якобы сошли с неба на землю задолго до появления первых людей, и ныне ни живые и ни мертвые лежат в городах на морском дне. Путем загадочного умственного воздействия через сны они внушили избранным свою таинственную религию, которая существует от века и не исчезнет никогда. На дне океанов великие старейшины ждут особого благоприятного положения звёзд. Лишь только оно будет достигнуто, их голова, великий Ктулху, проснётся и станет владыкой земли. Его многочисленные почитатели по всему миру жадно ждут, когда это случится. Ознакомившись с записками деда, Фрэнсис Терстон встретился со скульптором Уилкоксом и инспектором Леграссом. Он уверился, что напал на след таинственной древней религии и не сомневался, что профессор Энджел был убит. Новоорлеанскими фанатиками были по большей части мулаты, а профессора перед смертью толкнул чернокожий моряк. Вскоре в руки Терстона попал журнал из австралийского Сиднея с фотографией статуэтки, напоминавшей идола Ктулху. Журнал сообщал, что этот демон находился в руках матроса Йоханссона – единственного человека, уцелевшего на найденной в океане яхте «Бдительная». Йоханссон рассказывал, что вышел в океан на судне «Эмма», которая после сильного шторма встретила яхту «Бдительную». На ней находилась странного вида агрессивная команда из канаков и прочих полукровок. Она потребовала, чтобы «Эмма» сменила курс, а, получив отказ, напала на судно. В схватке люди с «Эммой» перебили нападавших, но их корабль был поврежден. Они пересели на «Бдительную» и последовали далее прежним курсом, от которого их пытались отклонить злодеи. Яхта вскоре подошла к маленькому острову, на котором погиб весь экипаж, кроме Йоханссона и ещё одного матроса. Статуэтку Ктулху Йоханссон нашёл на «Бдительной». Она, видимо, служила религиозным идолом для прежней, разбойничьей команды этой яхты. Читая эту журнальную статью, Терстон обратил внимание на то, что шторм, в который попали матросы, произошёл в одно время с тем, как скульптору Уилкоксу снились его кошмары. Заинтригованный он стал разыскивать моряка Йоханссона, который переехал из Австралии в Осло. Терстон прибыл туда, но узнал, что Йоханссон умер от сердечного приступа на улице, на руках двух матросов-индусов. У вдовы Йоханссон остался написанный им по-английски рассказ о том, что случилось с моряками во время плавания на яхте «Бдительной». Не зная английского языка, вдова отдала эту рукопись Терстону. Йоханссон сообщал там, что в море они с товарищами увидели неотмеченный ни на одной карте вздымающийся прямо из океана гигантский каменный монолит – часть циклопической стены, окружённой накипью из илой водорослей. Геометрия этой постройки отличалась от обычной евклидовой. Вертикальные объекты казались горизонтальными, а там, где полагалось находиться выступу, глаз улавливал выемку. Высадившись на хлюкающую грязь у подножья чудовищного Акрополя, матросы стали карабкаться вверх. Перед ними вскоре предстала огромная дверь с изображением головоногого чудовища. Матросы толкнули её, и изнутри стал вытекать овеществлённый мрак, сопровождавшийся страшным зловонием. Затем, хлюпая и чавкая, явилось ужасное существо, чей облик плохо поддаётся описанию. Тяжко перевалившись через край, оно студенистой зелёной громадой застыло перед моряками, как материальное средоточие всего злобного. Это пробудился Ктулху от нужного положения звёзд. Трое матросов были тут же сметены его дряблой когтистой лапой. Ещё двое скончались от ужаса. Лишь Йоханссон и ещё один матрос успели добежать до яхты и привести её в движение. Однако гороподобное чудовище шлёпало за ними по камням и уже настигало. Йоханссон развернул яхту и направил её со всей скорости на жуткую осьминожью голову Ктулху с извивающимися щупальцами. Монстр лопнул, как гигантская медуза. Его осклизлые куски тут же начали вновь соединяться в своём богомерзком естестве, однако этого промежутка хватило для того, чтобы яхта уплыла. По пути товарищ Йоханссон потерял рассудок и умер. И сам Йоханссон тоже долго находился на грани сумасшествия. Терстон узнал, что скала с городом Рльехом, которую видели моряки, снова ушла под воду. Но он не сомневался, что Ктулху жив, что когда-нибудь при более благоприятном положении созвездий он проснётся и при помощи верных ему окаянных сектантов завладеет землёй. Воплощённый ужас дремлет и ждёт своего часа в бездне, а гибельный дух его веет над обречёнными городами людей. Терстон окончил свою исповедь словами, что жить ему осталось недолго. Почитатели Ктулху убьют его за то, что он раскрыл их тайну. Лавкрафт извещает читателя, что ныне Терстон уже покойник. Субтитры создавал DimaTorzok